Слушайте, с нашими чинушами и пропагандистами в цирк ходить не нужно. В очередной раз насмешили. Глава Роспотребнадзора Попова заявила о наличии у России прототипа вакцины от ВИЧ. Напомню, вирус иммунодефицита человека это беда планетарного масштаба, возникшая в конце 70-х в прошлом столетии. Вирус поражает клетки иммунной системы и способствует развитию уинфицированного неизлечимого заболевания СПИДа. Над созданием лекарства ученые всего мира бьются уже почти полвека, пока безуспешны. И вот Попова, оказывается, практически создала от этого вакцину. Во всяком случае, мадам такие громкие заявления делает. Правда, через третьих лиц, как обычно. Вообще, наши грузологи и эпидемиологи, они много лет, начиная с советских времен, особенно вектор, и я знаю, что они давно занимаются проблемами вируса ВИЧ-инфицированной. Но на каком этапе сейчас разработки, откровенно сказать, я не знаю. Друзья, если честно, я сам очень хотел бы порадоваться. Очень хотел бы, чтобы именно наши вирусологи стали первооткрывателями пандемии от этой страшной заразы от ВИЧ. Но я реалист. Я прекрасно знаю, в каком запущенном состоянии сегодня пребывают российская медицина и российская наука. Я осознаю уровень непрофессионализма людей, которые поставлены этими направлениями руководить. Однако Голикова чего стоит? Ее подружка Скворцова сейчас в медбиологии занимается туда же. Да и Попова недалеко ушла. Давайте будем честными. О чем тогда тетя лопочет? Вы, блин, с вакциной от коронавируса до сих пор не знаете, что делать? Пребываете на стадии? Сейчас, дорогие дети, мы вам расскажем, что создали некое ого-го. Ого! Никто, правда, этого ого-го до сих пор не видел. Оно нигде не зарегистрировано. Прививаться этим вы сами боитесь, хоть и объявили уже массовую вакцинацию вчера буквально. Зато в битву с чумой 20 века они включились и почти победили эту самую чуму. Как надоело это вранье, а? Ну давайте тогда сразу про эликсир бессмертия горбатого лепить. Ну а че? Этих за фейки все равно никто не подтянет. Брехать для них дело привычное. Более, другого все равно не умеют, хотя вот зря сейчас подсказываю им. Они ведь и правда к новому году могут начать врать, что таблетку от смерти тоже создали. Клоуны, блин. Начинаем! Не менее смешная история приключилась в российской политике. В первый день декабря ТАСС опубликовал сообщение о том, что следственный комитет начал проверку в отношении Навального на предмет экстремизма. Речь идет об апрельском интервью оппозиционера радиостанции «Эхо Москвы». И вот в том интервью якобы Алексей Анатольевич допустил какие-то высказывания, которые можно расценивать как призыв к насильственной смене конституционного строя в нашей стране. Разумеется, я тут же поспешил послушать записи ФИА эфира, и вы не поверите. Ничего такого в данной записи не обнаружил тезисно. Разговор шел буквально о следующем. Помните период, когда мы все дружно сидели на самоизоляции? Вот Навальный тогда выступил с предложением помочь людям деньгами за счет резервного фонда. Причем идея выглядела отнюдь не популисткой. Человек не просил миллионов, речь велась о небольших деньгах. Даже расчеты предварительные сделал. Мы с вами знаем, чего хотим. Наши требования разумны, и они поддержаны большинством авторитетных российских экономистов. В резервах России денег больше, чем достаточно для оплаты всего, что нужно, без ущерба для всего остального. Прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Если карантин продлится, то еще по 10 тысяч каждому в мае и июне. Вот об этом, собственно, и говорили в эфире Эхо. Из авторских прав не могу показать даже маленького фрагментика. Сами найдите, послушайте, если возникнет желание. Так вот, ведущие, как и все пропагандисты, в тот момент любыми правдами, неправдами пытались здравую, повторюсь, в общем-то, идею Алексея Анатольевича высмеять. Мол, и Сечину будем платить по 10-20 тысяч. В какой-то момент, впрочем, насознав, что аргумент так себе, решили повести внимание аудитории в третью сторону. Типа, а механизма-то выплат ведь нет, как? На что Навальный ответил, если наша власть не в состоянии даже простейшего механизма выплат для граждан придумать, зачем нам такая власть, давайте ее менять. Подозреваю именно этот момент. К экстремизму ребятишки и собирались прикрутить. Потом, видимо, поняли, ну, бред полнейший, их же насмех в очередной раз поднимут. Короче, дали заднюю, буквально на следующий день пропагандисты строчили опровержение, типа, следственный комитет ничего не подтверждает, свалили все на несчастный таз, мол, это они облажались, дело замяли, ну, осадочек-то остался. Вот серьезно. Ведь не знают уже, к чему еще прицепиться, мне, ну, расскажется, что мы скоро дождемся. Пойдет Анатольевич в сортир, простите, а на НТВ целое расследование потом запустят. Ах, он как-то по-шпионски на горшке-то сидит, ну и, что я могу сказать, ущербный. А это реальная журналистика, Россию захватила ШИЗА темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год, и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из моего родного Екатеринбурга и нескольким детским домам. Собираем деньги на подарки, кто сколько сможет, четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все просто разберетесь, не уговариваю, но призываю. Вообще, конечно, вся эта история с Навальным, она настолько дурацкая. Хотя люди, которые такие темы раскручивают, они ведь и вовсе идиотами выглядят. Что улыбает в данной ситуации лично меня? Повторюсь, идея Алексея Анатольевича не так уж и плоха. Если бы в Кремле сидели не только бездари, попытались бы использовать уны для повышения собственного рейтинга, например. Но мы же живем в России. Государстве халуев и лизоблюдов, а поэтому приличные мысли в нашей стране могут рождаться только в одной голове. Голове, которая принадлежит человеку, рассказывающему, например, самые смешные анекдоты. Гриша, иди купаться. Зачем, мама? Плавать я не умею? Пока не хочу. А еще он в хоккей играет лучше всех на свете. Точнее, не на свете, в ночи. Даже если человеку немного за 70, он все равно. Чемпионский чемпион, крутанский крутант, и оно не обсуждается. Красные завелись, и через пару минут Путину удалось распечатать ворота соперника. Да че далеко ходить? Мужчина и ручкой-то шариковой в ручонках не просто так играется. Повертел человек Паркер меж пальцев. Ищите в этом тайный смысл. Злободневность темы подчеркнул тот факт, что президент даже бросил ручку на стол. Есть, конечно, еще коротюсенький список популяризаторов из партии реальных дел, которым иногда тоже разрешается быть умными. Но это в случае, если с шутником, хоккеистом и ручковедом что-то случится. Заболеет, например. Ну а теперь серьезно предлагаю поговорить. Вот лично меня в данной ситуации высаживает даже не то, что миллионы людей в этой стране искренне готовы вылизывать главнюку и даже делать это прилюдно. Другое раздражает. Навальному, значит, они отказывают под предлогом, мол, фонд национального благосостояния это оказывается на совсем черный день. А вы уже сейчас ее прожрать предлагаете. Вот теперь самое забавное. Примечательно, что за несколько дней до этого эпичного интервью Россия узнала, правительство купило за счет ФНБ контрольный пакет акций частного Сбербанка. Три триллиона рублей на это доброе дело ухнули. Важная экономическая новость. Правительство укупает у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка. Их передадут в фонд национального благосостояния и доходы от них станет получать государство. Об этом сегодня говорили премьер Михаил Мишустин и глава... В реале же, ну какой доход от акций? Что несут пропагандисты? На дворе сразу два кризиса. Нефтяной и пандемийный. Обязательно в такой ситуации банк первым делом покупать. Потом, впрочем, ребята раскололись, они его не просто так купили. Они банк-то спасли, оказывается, поскольку Сбербанк пребывал едва ли не в дефолтном состоянии. Злободневно с тема подчеркнул тот факт, что президент даже бросил ручку на стол. При этом пропагандисты и чиновники почему-то ни разу не упомянули. По итогам 2019 года, например, руководители того Сбербанка навыписывали себе премии на 5 миллиардов. Ага. А через три месяца после того, как мы банк все-таки спасли, эти самые руководители, которых почему-то не уволили за профнепригодность, ввалили сотни миллионов долларов в никому не нужный ребрендинг. Ух ты. Вот прикинь, да? Давай на пальцах. Приходишь ты домой однажды, жена плачет, детей кормить не на что, за квартиру платить нечем, возьми кредит что ли или займ оформи на службе, выручи семью. И ты идешь за кредитом, а потом вдруг с удивлением узнаешь, что супруга все деньги потратила на пластическую операцию, на солярий, на новый смартфон. Вот как ты отреагируешь? А в случае со Сбербанковской дурилкой, вся страна в очередной раз промычала, ну раз надо. Я к чему все это затеял сегодня, тему именно такую поднял. А к тому, господа, что нас уже не переделать. Вот правильно кто-то в шутку называет рефию терпеляндией. А это самое правильное слово, потому что... Блин, только моральный урод может радоваться, когда его кто-то откровенно имеет. Только моральный урод может искренне считать негодяев, уничтожающих его дом благодетелями. Только моральный урод, а урод может возвести своего мучителя в ранг божества. Впрочем, давайте, моральные уроды, начинайте уже дизлайки ставить, комментарии гневные писать. Я же вас оскорбил только что. Пэээ, патриотизм, потому что, кстати, предательство и подлость тоже на пээ. Ну да ладно, это уже совсем другая история. А это была реальная журналистика, сегодня вот так. Спасибо кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение для съемок. Тут, кстати, пельмени классные делают. На наш второй канал подписываться также не забывайте. Там сейчас выходят ежедневные новостные выпуски, которые здесь мы не опубликуем. Возможно, однажды этот канал станет основным. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними. Мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.